Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, и приглашаю в свою скромную студию АркТВ в Ютубе. Вашему вниманию начало новостной программы «Здесь и сейчас» с Денисом Катаевым. Вечерний выпуск сегодня, 5 мая 2024 года. Смотрите, слушайте. В России сегодня днём нанесла ещё один удар по Харькову. Пострадали 15 человек. Студенты высшей школы экономики выступили против создания патриотического студсовета. Теперь им угрожает руководство вуза. А в Израиле запретили работу катарского телеканала «Аль-Жазира». Здесь и сейчас Всем привет. Сегодня воскресенье, 5 мая. С праздником всех, кто сегодня празднует Пасху. Меня зовут Денис Катаев. В трём эфире «Дождь». Это итоговая информационная программа «Здесь и сейчас». Давайте подводить итоги этого воскресенья. Итак, Владимир Путин посетил, как обычно, пасхальную службу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Традиционно они стояли отдельно от всех вместе со свечками в руках. Патриарх Кирилл прочитал молитву о том, что надо защищать так называемые «священные пределы», как он выразился, «священные пределы России» и самим молиться за российскую власть. «Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы защитил Он пределы, священные пределы нашей земли. Но одновременно мы должны молиться также и о властях, и о воинстве, о тех, кто сегодня в мирное для нас время, на самом деле живут в немирное время и теряют не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество». Ну а сам Путин специального обращения по случаю пацки записывать не стал. Короткое поздравление опубликовано только в текстовом виде на сайте Кремля. В частности, Путин там отмечает огромный вклад РПЦ. Цитата. «Сегодня в условиях серьезных вызовов христианские религиозные организации оказывают действенную бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании». Сказано в этом тексте. Напомню, что с самого начала войны патриарх Кириллов заставляет священнослужителей читать молитву о Святой Руси, которая, по сути, пропагандирует войну в Украине. Сегодня ночью Путин побывал в Храмество Спасителя, а уже через два дня, теперь уже к нему в гости в Кремль, вероятно, приедет глава РПЦ. 7 мая пройдет инаугурация Путина, пятая уже по счету. После этого, согласно Конституции, глава государства должен сформировать новое правительство. Что же будет? Давайте поговорим на эти темы. Может ли это правительство сильно измениться и стоит ли ждать какого-то нового курса управления страной на этом пятом сроке, так называемом пятом сроке. С нами на связи политик Леонид Гозман. Леонид Тякович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что присоединились на нашу эфир. Сначала хотел спросить по поводу все-таки патриарха. Это очень интересно, потому что я, например, не понимаю, и зрители наши увидим тоже, что же это за священные пределы России, как вы думаете, он имеет в виду, за которой все должны молиться? Вы знаете, это разъяснил власть наш Владимир Владимирович Путин еще давно. Он сказал, что границы России не заканчиваются нигде. Поэтому, помните, он ребенку отвечал. Поэтому, где Владимир Владимирович скажет, там и есть священный рубеж, и надо просить Господа священный рубеж защитить или помочь российской вооруженной силы его захватить. Вообще, все это, на самом деле, очень печально. Вот Пасха, мне кажется, я тоже всех поздравляю. Причем, вы знаете, я поздравляю не только тех, кто празднует сегодня, я поздравляю всех европейцев. Потому что Пасха – это главный праздник Европы, мне кажется, европейской цивилизации, европейской культуры. Мы не завидуемся от нашего с вами отношения к религии и так далее. Это не имеет вообще никакого значения, потому что это не просто праздник победы жизни над смертью. Это праздник, который показывает, как много может сделать один человек. Один человек, если он не боится, если он готов себя принести в жертву и так далее. Мне кажется, это про это, да, про то, вот в одной умной книге было сказано, что мир был бы иным, если бы Христос отказался в разговоре от своей веры, от своих идей, в разговоре с Пилатом. Вот, значит, смотрите, что делает Петлер Кирилл. То, что он и вообще РПЦ сейчас, ну, то, что они поддерживают Путина, это уже понятно, это всегда. Ну, другое, они сводят православие сегодняшнее, по-моему, к религии племени, на самом деле. Потому что, вот, что очень важно для христианства, что нет ни елены, ни иудеи, и что, вот они, вот, христиане видят над линией фронта. Понимаете, они видят над линией фронта. Поэтому миротворцы, блаженные, поэтому там многое другое. Потому что с той стороны тоже люди. Кирилл про это не говорит. Он говорит только про своих. Знаете, он сводит ситуацию к той, которая была до князя Владимирова, которая, князя Владимирова, она так любит Владимир Владимирович, между прочим, да, когда была религия вот этой конкретной деревни, да, бог этой деревни. А вот когда появилось христианство, то все стали принадлежать к чему-то единому, да. Вот это что-то единое, к чему принадлежали люди раньше, наши власти с помощью Русской Православной Церкви, разумеется, стремительно разрушают. И страна оказывается в изоляции не только там экономической, культурной, там и так далее, но и в моральной изоляции, если хотите. Потому что они говорят людям, вы больше не европейцы. И те, которые за границами наших священных рубежей, они не люди. Они уже не люди. Да, даже те самые люди, которые, Леонид Иванович, за границей, даже, например, его же бывшие соратники ПРПЦ, как, например, да, тех, которых он отстранил как раз-таки от службы, например, в тратарии Алексея Ломинский, который провел пасхальную службу в Париже накануне, да, в храме Знамения Божией Матери в Париже, он проводил эту службу. И уже эти люди тоже, которые, на самом деле, отмечают Пасху сегодня же, эти люди тоже чужие. Люди только те, которые поддерживают курс Владимира Путина. Все, все остальные люди. И об этом говорит глава Русской Православной Церкви. Фактически, фактически он говорит об этом. Понимаете, он не распосутствует деградации России на какой-то племенной уровень, который, казалось бы, преодолен навсегда. Ну, нет, не преодолен, к сожалению. Это очень печальная история, на самом деле. Он, конечно, как говорят, плохой человек, святейший патриарх Кирилл. Ну да. Скажите, по поводу инаугурации, если мы вернемся к политической теме уже, что мы ждем? Вот первые, знаете, помните, тогда были те самые майские указы, еще вот до войны, соответственно, да, предыдущие, по-моему, это еще в 2012 году, когда он пришел на 30-е годы, да-да-да. Были майские указы, все символично. Сейчас будет какой-то символизм? Ожидаете ли вы что-то такого, может, радикального, военного времени? Черт, кто знает. Я думаю, что да. Я думаю, что будут новые майские указы, уже третий, если не ошибаюсь, да? Да. Третий пакет будет майские указы. Вообще, все это день сурка. Вы знаете, это просто все день сурка. Опять выборы, опять инаугурации, опять все то же самое. В этом есть что-то совершенно языческое, потому что вот как Афродита, она выходила из пены морской, а это выходит из пены такой политтехнологической, да, она выходила из пены обновленной. Там у нее вот она вновь была новая, она вновь была там девственница, там и так далее, и так далее, да? Вот, и он тоже такой новый весь становится, и он сейчас будет исправлять ошибки, которые сделал старый. Понимаете? И это реально день суркана, сколько вообще можно ходить по кругу. Теперь что, мне кажется, он сделает? Кого он там отправит в отставку, кого нет, я не знаю, какие основания по этому поводу говорят. Но, смотрите, вот давайте посмотрим, с чем, что была для него, для него, не для нас, его последняя конденция. Значит, она была для него успешной, я вам скажу. Она была успешной, она была трагической, разрушительной, для страны, и для него она была успешной. Смотрите, он в 20-м году провел голосование на пеньках и уничтожил конституцию страны, и стал единственным полновластным и пожизненным правителем, да? Дальше, он начал войну, он посидел несколько, какое-то время в изоляции, у него там что-то в голове произошло, и возникла вот эта картина мира, в которой мы особая цивилизация, которую все ненавидят, ну и так далее. У нас миссия к борьбе с Европой, с европейской цивилизацией. Окей. Он начал войну. Вот третий год пошел. Она успешна или нет для него? Да. Она для него успешна. Смотрите, экономика не рухнула. Еще Обама говорил, что российская экономика порвана в клочки и так далее. Нет, не порвана. Заводы работают. Голода нет. Дефицита товаров, полезные, первой необходимости нет. Вообще ничего, все как бы, все нормально. Кстати, проклятые либералы построили такую экономику, которую никак не могут уничтожиться. Вот. Значит, в этом смысле все хорошо. Дальше. На фронте. На фронте. Да, в конце 22-го, видимо, казалось, что вообще крах неминуемый. Ничего, вылезли. Значит, украинского наступления 23-го года фактически не случилось. Значит, в последнее время некоторое, хоть медленное продвижение с жуткими потерями, но плевать им на потери абсолютно. Никого в Кремле потери не волнует, это очевидно. Совершенно. И украинцы стали говорить, украинские руководители стали говорить о возможности переговоров, о возможности соглашения там и так далее. Это тоже успех. Теперь отношения с Западом. Вначале Запад его напугал смертельно, когда проявил солидарность. Но потом оказалось, что солидарность весьма такая опрациальная, что антигитлеровская коалиция, не получилась, которая виделась после первого Рамштайна. Ну и так далее. Поэтому, чего ждать в новой каденции? Новых вещей он делать не будет, он не будет делать новых шагов, он будет продолжать то, что делалось. Значит, я уверен, что он будет продолжать войну долгосрочную, считая, что время работает на него. Он будет продолжать репрессии внутри страны. И потому война, кстати, войну, почему будет продолжать? Ни политические, ни психологические возможности отступить у него нету. Нету. Он должен продолжать, значит, он потеряет корону и голову вместе с короной. То же самое внутренние репрессии. Он будет их продолжать, потому что он не может их не продолжать. И наши сограждане будут идти в тюрьмы, сидеть в лагерях, бежать из страны. К сожалению, это продолжится. Все это будет продолжаться, пока он стоит у власти. К сожалению, ничего хорошего, его новый срок, ни нам, ни стране, ни миру не сулит. Пока он у власти только хуже. Да, если говорить вкратце, последний вопрос про правительство хотел бы вам задать. Может быть, он, смотрите, на фоне, например, этих коррупционных дел, в том числе заместительный министр обороны Тимуром Ивановым, такое громкое дело, да, может быть, полетят какие-то шапки, как вы думаете? Будет ли смена курса в плане, ну хотя бы таком, да, лиц, смена лиц правительства? Шапки могут полететь, и головы могут полететь, а смены курса не будет. Знаете, вот, допустим, он отправит в отставку Сергея Кожигетовича Шайба, например, да, вот. Я думаю, что ему это тяжело сделать, потому что, по видимо, они друзья просто. По сути, это просто личные отношения. Он бы его давно уже отправил в отставку, но ему тяжело это сделать. Окей, допустим, он отправит Шайбу в отставку. И что? Изменится в окружающей среде. А ничего не изменится. Потому что войну ведет не Шайбу, войну ведет Путин. Понимаете? Поэтому вот эти замены там и все прочее, они будут иметь скорее политтехнологическое, пиаровское значение, но не значение содержательного. Мне так кажется. Ничего не изменится. Не Шайгу надо менять. Не Шайгу надо менять. Да, это понятно. Да. Рыба гнет с головы еще можно вспомнить знаменитые встречи. Да, спасибо вам большое, Леонид Гозман. Политик был сейчас с нами на связи. Обсуждали, что будет после очередной анаугурации Путина, которая состоится уже через несколько дней, 7 мая. Здесь и сейчас. Ну а город. Уважаемые друзья в социальных сетях, вы все видели, слышали. И никаких к вам просьб подписываться, ставить лайки. Это все на ваше усмотрение. Кроме единственной просьбы. Делитесь этим видео. Где бы вы ни жили, по обе стороны океана, в каких бы странах вы ни жили, делитесь этим видео и переводите на языки тех людей, тех ваших нынешних соседей, друзей, родственников, Ну, с которыми вы сейчас близки. И пусть цивилизованный мир узнает правду о нынешней кровопролитной вероломной войне в нашей, я говорю, украинцы, дорогие, в нашей дорогой Украине, Путинской банды, путинских террористов. И делитесь этим видео для того, повторяю, чтобы мир узнавал правду. Потому что, с моей точки зрения, сегодня очень важно не быть равнодушными. Потому что равнодушие, оно может привести вот в наши дни к трагедии, к мировой трагедии, о чем уже начинают, слава Богу, понимать в Европе. Будьте все здоровы, благополучны, несмотря ни на что, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии сегодня, 5 мая 2024. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. Пока, пока.